Аквариум Зачем нам это, Аквамен? Ведь существует миллион каналов аквариумных Да, существует и каждый из них рассказывает свою историю Так, к примеру, на канале Акварум главный герой Сергей Держит магазин и делится информацией по ту сторону витрины Как есть, какие трудности, сколько стоит рыба, где ее можно закупить Плюсом ко всему, разводит рыбу сам, снимает распаковки, обзоры, лайфхаки В общем, это полноценный аквариумный канал И мы можем помочь стать ему еще круче Перейдя и подписавшись по ссылке внизу Да, еще у него есть своя группа ВКонтакте Конечно же, ссылку на которую я тоже оставляю в описании В общем, все бежим в Акварум, ну а мы продолжаем А точнее, начинаем Да, я буду располагать все мега-устройства в порядке значимости Начиная с самого значимого и так далее Сразу хочу сказать, что с отдельными экземплярами я познакомился относительно недавно Но вот сейчас понимаю, насколько они упрощают аквариумную деятельность И на первое место я поставлю фильтр обратного осмоса Почему? Потому что зная, что у вас бежит из крана Вы можете создать абсолютно любые условия Вы можете набодяжить абсолютно любую воду К примеру, захотели вы там каких-то редких креветок разводить Или выращивать танины или редкие роталы Сделали воду помягче Для цихлид, которые любят воду пожестче Намешали воду пожестче Море очень упрощается Весь контроль, вся вот эта вот морская аквариумистика Если у вас стоит фильтр обратного осмоса То есть абсолютно в любом случае Фильтр обратного осмоса позволяет вам контролировать параметры воды Потому что из крана может бежать чай, может бежать молоко Может бежать газировка, минеральная вода Абсолютно все, что угодно может бежать из крана Более того, в течение года состав воды из крана Он тоже меняется Если меняется состав воды из крана Вы этой водой подмениваете воду в аквариуме Соответственно, вся живность, она на это все реагирует Поэтому фильтр обратного осмоса это наше все Особенно, особенно тем, кто занимается редкой какой-то живностью Или редкие аквариумные растения выращивают Это, я повторюсь, что можно абсолютно любые растения Любую рыбу практически перевести на любые условия Но это вопрос времени Здесь же фильтр обратного осмоса Он здорово все вот это вот время сокращает Да, его нужно время от времени менять, мембрану, картриджи Да, стоит он недешево, но оно того стоит На втором месте у нас расположились тесты для аквариумной воды Потому что мало иметь фильтр обратного осмоса И мало даже всыпать в эту осмосную воду странные порошки Вливать мутные жижи Нужно знать, сколько чего вливать И в этом нам очень здорово помогают тесты для аквариумной воды Они существуют под каждый вообще случай в жизни аквариумной Разных фирм, на разные вещества, на разные химические элементы И иной раз без тестов для аквариумной воды Определить причину какой-либо проблемы вообще нереально То есть банальное превышение концентрации железа или меди в воде У вас начинают чахнуть растения, мхи, креветки Банальное превышение углекислоты в воде У вас начинает рыба жадно у поверхности крутиться, поглощая воздух И поддерживать параметры, требуемые, необходимые на должном уровне Как раз таки эти тесты для воды Они очень здорово помогают Ну конечно из минусов это то, что нужно иметь арсенал таких тестов И как правило они стоят не очень дешево Идем дальше Таймер, простой, до боли знакомый таймер Таймеры с которыми я имел дело это механические Ну то есть которые вот в продаже доступны Это механические таймеры Они имеют как правило интервал включения 15 минут То есть вы можете что-то включить или выключить минимум на 15 минут Они позволяют на себя навесить довольно таки небольшую нагрузку Дальше у нас идут таймеры электронные Как вот сейчас на видео Они уже позволяют подцепить гораздо большую нагрузку Они уже позволяют включать-выключать что-то Минимальное время это 1 минута То есть здесь все довольно таки хорошо программируется Устанавливается время Дни определенные можно выбрать И еще существуют таймеры на один рейку Они позволяют по-моему нагрузку до 25 ампер подключать И это очень здорово Да, на следующем у нас месте расположилась углекислота Так можно же без углекислоты вообще существовать Да, в принципе как-то можно перекантовываться Но растениям для роста необходим углерод И углекислота в этом очень сильно помогает Есть разные методы, способы подачи, распыления углекислоты На мой взгляд самая эффективная это баллонная система углекислоты Не бойтесь, что где-то что-то рванет При соблюдении условий эксплуатации ничего нигде не рванет Хватает такого баллона надолго К примеру у меня на 125 литровом аквариуме То есть летающий остров углекислота Дуло где-то 2,5 года без перерыва Естественно существуют баллоны разного объема Естественно чем больше у вас аквариумов Подключены к этому баллону Тем быстрее он расходуется И да, сама баллонная система Она стоит значительно дороже Чем просто взять брагу какую-нибудь Забодяжить, да, и с нее углекислоту в аквариум подавать Но друзья, углекислота в баллонном способе Это самый стабильный источник подачи углекислоты Серьезно, вы один раз заправили Потом ничего не нужно регулировать Ничего не нужно подкручивать То есть вы один раз всю систему настроили Потом просто меняете, перезаправляете баллоны Ничего абсолютно в этом сложного нет Повторюсь, что можно и без углекислоты Выращивать растения Но с углекислотой это значительно проще Проще, проще, проще И на последнем пятом месте Девайс, который мне прислал подписчик И на самом деле я вообще не понимал Насколько он мне нужен Это автодозатор удобрений Да, друзья Автодозатор удобрений Позволяет вам вкачивать в аквариумные недра Различного рода жидкости Это может быть перекись водорода Это могут быть какие-то лекарства Это может быть удобрения Микро, макро, железо, калий Абсолютно все, что угодно С помощью этого устройства Можно в определенное время В аквариум вкачивать Работает, как правило, автодозатор удобрений Вкупе с таймером О которых я рассказывал вам немножко раньше И да, у абсолютного большинства автодозаторов нет И они не нужны Но если у вас большое хозяйство Или мало времени остается на аквариум Автодозатор это ваше все Таким образом, друзья Фильтр обратного осмоса Тесты для аквариумной воды Таймер, углекислота и автодозатор Вот это вот комбо Это пятерка Вот на данный момент Лично мне очень здорово помогает Осуществлять аквариумную деятельность Пишите обязательно в комментариях Кто еще какие девайсы использует В аквариум мистики Ну а с вами был Аквамен Увидимся очень скоро в новых видео Всем пока-пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok